Приветствую вас, я бы назвал вашу проблематику таким сочетанием страха близости, желанием что-то доказать, непринятие в себе определенных моментов и попытки добра, это у других людей, вот. А также, я бы назвал это, ну, в общем-то, желанием себя защитить, то есть это некая такая вот приводность и попытка спрятаться за кого-то. Смотрите, вы говорите, что вы мечтаете о любви, там, да, об отношениях и так далее. В первую очередь, это ваши желания, и я думаю, что это то реально, что вы хотите. Любовь же здесь, ну, практически форма, то есть это форма вашего желания. То есть ваше желание, по вашему мнению, вы можете удовлетворить через отношения. Но, момент в том, что сами по себе отношения так не выстраиваются. Не выстраиваются в том смысле, что, ну, соотношения выстраиваются на возможности человека что-то дать другому человеку. Но не на потребности брать, не на потребности забирать. А у вас, на мой взгляд, именно эта потребность и имеет место быть. Собственно, это и создаёт проблему, что те, кто нравятся мне, мне лампы не заинтересованы в вас, потому что те люди, в которых вы заинтересованы, они представляют для вас интерес именно с точки зрения того, что вы хотите от них получить. Они с точки зрения того, что вы хотите им дать. Эти люди представляют для вас интерес с точки зрения, что вы можете и хотите им что-то доказать. Опять же, здесь, если мы говорим о романтических партнерах, это зачастую связано с родительскими отношениями, где вы также могли в детстве иметь неудачные попытки показать, доказать родителям или родителю, что вы нуждаются в любви во внимании или такой имеется у вас опыт, что любовь и внимание можно получить только если добиваться и так далее. То есть, это вот такая условность имеет место быть. Если мы говорим о непринятии себя, а вот такая вот мечта, мечты о любви, это все-таки следствие непринятия себя, то это в некоторой степени отторжение чего-то в себе и, соответственно, ну, своего рода потребность в другом человеке здесь связана с надеждностью человек поможет соединить вам кусочек себя. Если только вот другим человеком вы сможете быть такой-такой цельной, но это делает вас на самом деле зависимым, потенциально зависимым в отношениях. Дальше, значит, вот основное противоречие. Хочу любви и отношений, но не хочу быть с кем, с тем, кто не по вкусу. Вот, говоря, что какой-то человек не по вкусу, вы волей-неволей обесцениваете себя и партнера. Сводите собственную и его ценность к чему-то такому вот материальному, к вкусу, понимаете, маскируя. Под этим, собственно, страх близости. Что такое страх близости? В данном случае это больше про, как мне кажется, страх боли. Вот, как мне это видится, что в данном случае больше вы боитесь боли, болевых ощущений, что вам сделает больно, если вы раскроетесь человеку. Вот, и, наверное, в каких-то моментах не умение сказать нет. То есть, смотрите, вы, по сути, пребываете в таких вот качелях, что, с одной стороны, вы очень неприступная, холодная, может быть даже не эмпатичная. Вот, жёсткая. И это, как бы, вызывает у людей, которые хотели бы быть с вами ощущение, что вы недоступны, если вы высокомерны, может быть. Но, с другой стороны, для людей, которые нравятся вам, вы, наоборот, чересчур можете быть погладистые, чересчур навязчивые, чересчур прилипчивые и так далее. Это вас разрушает. Это разрушает ваш образ, разрушает собственность образа и создаёт такую вот, как бы, такое несоответствие. Вот. Но ключевой момент в том, что, вот, есть некая позиция, что мне, чтобы быть полноценным, нужно быть в отношениях. Я не люблю себя, поэтому мне будет хорошо, если тот человек, в котором я вижу то, что я хочу видеть в себе, будет меня любить. Тогда я смогу быть целостным. Как вы понимаете, обостроить здоровые отношения психологические с таким подходом, мягко говоря, невозможно. Поэтому необходимо вам обрести некую внутреннюю гармонию, необходимо вам разрешить свои конфликты противоречия, необходимо вам, значит, как бы, стать в некоторой степени целостной, да, начать свой путь, идти своим путём. И на этом пути вам будут встречаться люди, которым вам, заказан, захочется что-то дать. И с кем-то из этих людей у вас будут отношения. Вот. Многое зависит, конечно, ещё от вашего сопротивления. Нет. То есть, вот, вы же не задаёте басыте вопрос, а вот, вы просто делитесь информацией, что вот, вот это так, вот это так, вот это так. Что дальше, к сожалению, очень понятно. То есть, ну, ну, хорошо. Вот, есть факт, что, например, вы там, грузите об отношениях, о любви, вот. Что дальше? Вы говорите, что те, кто нравится мне, тем не нравлюсь я, кому нравлюсь я, те не нравятся мне. Ладно. Что дальше? Ну, помимо, помимо того, что это напоминает прилавок магазина, где выбирают, выбирают товар. Ладно, как бы, это я не к тому, что это плохо, я к тому, что вы ещё о любви мечтаете, а, как бы, своим поведением вы продвигаете более не духовный, а материальный аспект любви. Даже не любви, а отношений. И вот как-то не состыковываются. Понимаете? Если любовь, то это, наверное, безусловное принятие себя и других. Если отношения, то это готовность что-то дать. Если мне, если не хочу быть с теми, кто не в моём вкусе, то это больше про то, чтобы стать достойной того, кто в вашем вкусе. Понравиться человеку, дать ему то, что ему нужно, чтобы он давал вам то, что нужно вам. То есть, как-то вот такое ощущение, да, что глобально вы не можете определиться между духовной и материальной стороной любви и отношений, куда вам направиться, что вам выбрать, что вам ближе. Вот. И это одно из противоречий, которые вам нужно разрешить для себя. Причём, совершенно не важно, что вы выберете. И главное, чтобы этот выбор был сделан внутренне. Чтобы этот выбор был гармоничен. Чтобы он наиболее полно отражал вашу позицию, ваши ценности. Опять же, какими бы они ни были. Вот. И тогда вы получите реальный шанс, на мой взгляд. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго и удачи.